Доброго времени суток, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой персональный видеоблог в YouTube и особая благодарность тем, кто является моими давними подписчиками и постоянными зрителями. Если вы, дорогой зритель, еще не подписаны, ничего страшного, это можно сделать прямо сейчас. С вами Тальшахов. Не так давно, пару месяцев тому назад, ко мне обратился знакомый и попросил прокомментировать проект Ротфеллер Фонд. Причина эта была в том, что, во-первых, фонд находится в Израиле, в Израиле нахожусь и я, и, во-вторых, он является моим подписчиком, он это человек, который обратился, и ему нравятся мои аналитические заметки. Прежде всего, я посмотрел отзывы о Ротфеллер Фонде о YouTube, и вы видите, что они все датированы одним-двумя месяцами тому назад. И пишут, да, платят, платят. Помните, как один из моих роликов? Там платят, платят, платят. Но очень хороший заработок, с 5 долларов можно заработать деньги. И всех привлекало, что за регистрацию, плюс там за какую-то небольшую авантюру дают сразу же 100 долларов. Это был красный флаг, такая красная тряпка, которая раздражала, но привлекала всех. Посмотрел их сайтик. Само собой, что привлечение денег было не регламентировано Центральным банком Израиля. Он называется у нас просто Банк Израиля. И, само собой, что у них не было никакой лицензии. Да, впрочем, они и не удосуживались, и не заморачивались выставить эту лицензию. Самое главное, что все радовались, что фонд платит, 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 платит и платит. Болванка этого сайта была дешевая. Такое, где-то стырины за бесплатно шаблон. Но меня зацепило место расположения этого так называемого фонда. Потому что речь шла об улице Аленби. Аленби у нас имеет дурную славу. На этой улице располагали всякие авантюрные компании, которые выдавали кредиты на короткий срок. Даже для тех, у кого были и есть проблемы с банками. Для тех, для которых дорога в банк за кредитом закрыта. И что-то там происходило мутное и всегда темное. И я решил все-таки связаться с ребятишками из этого фонда. И вот, что получилось. Это было еще 2 сентября. Звонок. И тут такой ответ, но только текстом. Да. Ну я сразу же говорю голосом. Нет. Об инвестициях переписываться не стану. Окей. Куда подъехать? Все в интернете. Ребята, которым нужны инвесторы. Аленби 115. Адрес. Я могу туда подъехать? Как хотите. Там есть офис? Конечно. Какой этаж? Какой кабинет? Зачем на сайте указывать скайп, если вы не разговариваете? Я в чате. Насчет этого узнаю. Долго ждать? Не отвечает. Долго ждать. Долго ждать. Долго ждать. Долго ждать. Долго ждать. Видимо, ждать действительно было долго. И я сказал человеку, который обратился, не рекомендую. И он возмутился. Ты постоянно блокируешь какие-то мои идеи. Ты постоянно блокируешь, там дают деньги, тебе это не нравится. А я пойду. И вот сегодня я захожу на этот сайт. rockfellerfund.com И сайт заблокирован. Обычно причиной блокировки сайта являются две позиции. Либо несвоевременная оплата услуг хостинга сайтов, либо нарушение правил хостинга сайтов. Как правило, мошеннические противоправные действия всегда приводят к блокировке. Подожди, Таль, а может быть они не оплатили вовремя? И, как говорил мой брат, обратимся к первоисточнику, то есть Карлу Марксу. Итак, мы находимся на портале WhoIs. Это идентификатор всех абсолютно сайтов. И вот rockfellerfund.com И обратите внимание, что... Давайте посмотрим. Так, сайт образован 11 августа 2015 года. У сайта были апдейты 10 сентября 2015 года. И истекает срок действия сайта 11 августа 2016 года. То есть времени, в принципе, еще вагон. Телефон регистратор, телефон в Соединенных Штатах Америки, регистратор, регистратор. Ничего похожего на адрес в Израиле, net, net, ну, а на net и сюда net. Дело в том, что... Дело в том, что Израиль это не страны СНГ. Здесь подобные игрушечки не прокатывают. Здесь подобные забавы с привлечением денег очень быстро обламываются. И вообще в Израиле намного проще убить человека и спокойно отсидеть в тюрьме, нежели сделать что-то, за что не заплатить налоги и потом иметь проблемы на всю жизнь. Такую большую черную метку. Ну вот так с вами был Таль Шахар.